Слава Господу! Братьев, сестер, которые пришли сегодня, чтобы слышать Слово Божье, чтобы поклониться, чтобы выразить свое поклонение, пусть Бог благословит вас на всяком месте, где бы вы ни были, здесь или в онлайн режиме вы сегодня присоединились и слушаете, пусть особенное откровение от Господа просто накроет вас и осветит вашу жизнь. Пусть Бог благословит ваши дома, ваши семьи. Я благословляю ваших жен, ваших мужей, благословляю ваших детей. Пусть Господь исцелит ваше здоровье. Пусть Господь особенным образом выведет вас из всякого тупика. Бог любит вас. Он за вас. Он всемогущий. И Он любящий. И Он знает абсолютно все, в чем мы находимся. И у Него нет никакой случайности. И Он хочет нас благословить. Аминь. Давайте прославим Его в это воскресное утро, потому что Он здесь, Он с нами. Где бы ты ни находился, Он незримым образом видит тебя, присутствует рядышком и хочет говорить прямо в твою жизнь. И это удивительно. Я думаю, что многие-многие присутствующие здесь могут подтвердить, что наш Бог удивительный. Что наш Бог прекрасный. Он любящий. Он недалекий Бог где-то там на небе. Он доступный Бог. Он близкий Бог. Благодаря жертве Иисуса Христа Он стал нам очень близок и очень дорог. И еще до жертвы Иисуса Христа многие-многие наши братья и сестры, которые жили еще в Ветхом Завете, и они свидетельствуют о том, какой Бог прекрасный, насколько Он удивительный. И мы можем это читать на страницах Святого Писания. И там написано, насколько они были жертвенными, эти герои веры. Мы сегодня их называем герои веры. Я хочу говорить сегодня о Боге, за Которым хочется бежать. Об этом прекрасном, всемогущем, милующем, любящем, щедрым, а щедром Боге нашем и Господе нашем, Иисусе Христе. Мы читаем, как Ной, который построил ковчег. Кто слышал про Ноя? Конечно, даже если вы не читали Библию, вы наверняка где-то слышали. Да, Ной, конечно, он строил ковчег более ста лет. Послушайте, значит, о нем написано, что он, получив откровение, в благоговении построил ковчег, написано в послании к евреям в 11 главе, где перечисляются многие имена героев веры. Как удивительно, получив откровение, благоговея строил корабль в пустыне, где никогда не было ни реки, ни озера, ни моря тем более, где все крутили пальцем у виска, где смеялись над ним, где издевались, по всей видимости, на ним, унижали его. А он в благоговении оставался послушным своему Богу и строил этот ковчег, который в результате, в котором спасся он и вся его семья, а все неверующие, а все сомневающиеся, а все, кто смеялись, они в результате погибли от этого всемирного потопа. Мы читаем про Авраама, который шел туда, не зная куда, просто доверяя Богу, просто желая быть послушным своему Богу. Какие-то удивительные истории мы читаем в этой 11 главе послания к евреям о людях, которые до конца шли за Богом, над ними смеялись, их гнали, расхищали их имение, а они это принимали с радостью, их обворовывали, а они благословляли своих обидчиков. Библия говорит, что их побивали камнями и их перепиливали, а они с радостью отдавали свою жизнь Господу. Какая-то по-человечески безумная вера. И у меня сегодня вопрос. Интересно, а что делало этих людей вот такими героями веры? Что позволяло этим людям идти настолько ревностно, настолько бесстрашно и настолько с желанием до конца, чтобы быть с Господом и чтобы исполнить как-то Его волю? Что же их отличало от многих сегодняшних современников? А что их отличало от тех людей, которые окружали их и которые смеялись и порой гнали их? Не только смеялись. Мне кажется, это очень интересный вопрос. Апостол Павел говорит, точнее в книге «Деяния апостола» в 20 главе, 24 стихе, мы можем про него читать, про то, что он сказал. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Он говорит, я не взираю на свою жизнь, лишь бы мне быть с Господом и лишь бы мне исполнить то, что Он поручил мне проповедовать всем людям вот эту благую весть, весть о том, что Бог хочет спасти каждого человека. Что же их отличало, этих людей, от многих-многих из нас и от своих современников? Откуда эта ревность? Откуда это желание? Откуда это бесстрашие? Я хочу вам предложить еще одно местописание. Послание к филиппийцам, 3 глава, 8 стих. Тот же апостол Павел говорит, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю, читаю. Да и все почитаю читаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за мусор, лишь бы приобрести Христа». По-моему, это человек, который наполнен какой-то страстью, который наполнен каким-то желанием. Друзья, я вам скажу просто, я думаю, что всех этих людей отличало от многих их современников и от многих сегодняшних современников огромное желание, которое было у них. Просто. Они просто хотели жить с Богом. Они хотели, их наполняло это страстное желание исполнить волю Божью. Им хотелось сделать то, что они делали. И это то, что отличало их от других людей. От других людей, которые тоже, возможно, служили Богу, но служили по каким-то другим мотивам, по каким-то другим причинам. Возможно, из чувства долга. Возможно, из чувства страха перед наказанием, либо от того, что боялись чего-то лишиться. Вдруг Бог тогда не благословит, если я это не буду делать или то не буду делать. Разные мотивы есть, которые управляют людьми и как бы побуждают их служить Богу, идти за Ним. Но есть огромная разница между теми героями веры и всеми остальными, которые служили по разным другим причинам. Я думаю, что каждого героя веры отличало сильное желание, которое было внутри. Сильное желание служить Богу. И вы знаете, когда вы чего-то хотите, то вы начинаете к этому идти. Вы ищите возможность, вы ищите условия, вы не ищите оправдания, чтобы этого не сделать. Если вы хотите, там включается какой-то особенный механизм. Не так ли? Если вам что-то хочется, ну вот вспомните. Вспомните что-нибудь, то, что вы делали из сильного желания. Вам просто это сильно хотелось. Вспомните. Даже если это не очень хорошим оказалось, все равно вспомните. Потому что сейчас нам важно увидеть вот этот механизм, который включается, когда нам что-то хочется. И нам хочется, и мы ловим каждую возможность, чтобы это сделать. Мы слушаем, если от кого-то зависит, можно это сделать или нельзя. И возможно, там было несколько аргументов, почему это нельзя делать. Но мы услышим один аргумент, почему это можно все-таки сделать. И этот аргумент становится для нас основанием, почему нам хочется. Мы боимся пропустить. Мы боимся лишиться того, что нам хочется. И мы идем, мы включаем туда все силы, всю энергию, изыскиваем возможности и чаще всего достигаем того, что нам хочется. Не так ли? Я помню, как мне было 23 года. И знаете, я влюбился. Я влюбился, и мне так хотелось быть с этой девушкой, с моей будущей женой. Я влюбился, и она, значит, на Сахалине мы тогда жили, и она должна была уехать, она побыла немножко дома, на Сахалине. Мы познакомились, подружились, и она уехала обратно в Новосибирск, чтобы учиться. Она уехала, а все, у меня жизнь остановилась. И у меня внутри появилось это желание, мне хочется с ней быть. Мне хочется быть там, где она. Я на Сахалине, а она теперь в Новосибирске, и она там будет еще учиться, как минимум там год или два, я уже не помню. Сколько там нужно было, чтобы закончить институт. Но я не собирался ждать нисколько. Признаться вам, я не любил работать. Стыдно, конечно, согласен. Сейчас я люблю работать. Мне нравится сейчас ставить какую-то цель, преодолевать препятствия, достигать эту цель, и потом иметь плод. Мне нравится работать сегодня, и я стараюсь не оставаться без работы, продолжаю трудиться и достигать цель. И просто наслаждаюсь от этого. Но было время, когда я жил без Бога, и тогда были другие какие-то принципы в жизни, совсем другие, и я не любил работать. Как только я приходил на работу, я искал место, где можно было уснуть, поспать, доспать. И стыдно признаться вам, но это правда исповедь моя просто, понимаете? Так оно было. Находились рядышком, кто вот таким же образом двигался, и мы вместе искали, где поспать. Но вот у меня появилось внутри сильное желание. Мне хочется быть с той, которую я полюбил. И я стал искать возможности. Здесь не так много. Значит, я могу заработать. Я стал искать возможность, где я могу заработать больше. Увидел, что можно поехать на пути, ну там рядом Курильские острова, и там, знаете, когда вот на рыба идет, и завод работает, там можно хорошие деньги заработать. Все, я рассчитался быстренько с той работы. Я поехал на эту путину. Я трудился там день и ночь. Не было даже мысли, чтобы где-то поспать. Я просто трудился, чтобы заработать как можно больше. И мы там пахали круглосуточно. Но и мысли не было, чтобы где-то уснуть. Я не думал о сне. Я еще находил возможность, чтобы написать письмо. И мы обменивались письмами. Я ждал, когда же я заработаю деньги, и сразу же поеду. Так и произошло. Я заработал денег и поехал в Новосибирск. Вот с тех пор я здесь. Понимаете, Бог использовал. Здесь я уверовал в результате. Для меня это как горящий куст для Моисея, да, случился. Это 93-й год, да. И вот в конце 93-го я оказался здесь. Мне было как раз 23 года. И Бог использовал желание, сильное желание, которое вырвало меня просто с привычного моего места и позволило мне приехать туда, где, как я сегодня понимаю, Бог хотел меня видеть. Я думаю, вы можете вспомнить свои истории, вы можете вспомнить свои ситуации и согласитесь со мной, что когда вы чего-то хотите, это сильно отличается от того, когда вы делаете просто потому, что вам надо. Или даже потому, что вы боитесь, какой бы страх перед наказанием не был, но приходит такая ситуация, где похоть все-таки возобладает, и она становится сильнее почему-то. Хочется как-то поступить по-своему, и даже чувство страха не помогает. И чувство долга, оно должно быть. И чувство ответственности, все на своем месте должно быть у нас. Но при этом я сегодня осознаю, что у всех этих прекрасных мотивов есть ограничения. Они могут помочь нам дойти до определенного момента в нашей жизни, в познании Бога, в служении Богу, но однажды силы закончатся, однажды путь остановится, однажды просто мы не сможем сделать следующий шаг в веры, если у нас внутри не будет этой особенной силы, которая называется просто желание. Если нам не будет хотеться двигаться дальше. Следующий вопрос. Откуда приходит это желание? Вы скажете, ну хорошо. И многие люди говорят, да-да-да, вот я с тобой согласен, вот у меня нет желания. Я так и понимаю, что когда нет желания, ну чего лицемерить, и зачем мне напрягаться, нет желания, я далеко не уеду. Нет желания, поэтому я не служу, нет желания, поэтому я утром в воскресенье лучше отосплюсь, у меня есть желание поспать. У меня нет желания идти и трудиться, когда церковь побуждает куда-то идти и трудиться. У меня нет желания. Зачем мне пересиливать себя, кому это надо? И они останавливаются. Но я хочу вам предложить другой путь. И вот, что я заметил, что желание – это определенная реакция на любовь. Желание – это определенный ответ, который возникает внутри, когда вы видите или чувствуете по отношению к себе любовь. Или вы чувствуете и имеете по отношению к себе определенную жертву, которую кто-то приносит вам. И это лично у меня вызывает какую-то особенную, удивительную реакцию. Знаете, у нас есть одна сестра, Людмила ее зовут, она заведует автомойкой. И вот она мне сказала, ты можешь приезжать и денег мне не плати. Я мою периодически у нее машину, и когда я приезжаю мыть к ней машину, она мне никогда старается не взять деньги, а я всегда ей даю эту денежку какую-то. Может быть, меньше, чем это стоит, эта работа, но она меня уже годами убеждает, что я не должен ничего платить. Я думаю, что ни одного меня, она очень благословенная сестра. Так вот, однажды ей удалось все-таки убедить, что я не должен ей ничего платить. Ну, просто не должен. Она говорит, это мое служение, это мое посвящение, пожалуйста, просто не плати мне ничего. И я соглашаюсь. Ну, представляете, когда я приезжаю на мойку, и мы с ней общаемся всегда хорошо, а потом она моет машину, я все время забываю, что мне не надо платить. Я потом приезжаю домой, буквально вчера я мыл у нее машину, и мне этот пример, почему я вам привожу, потому что он такой свежий. Я вчера помыл машину, приехал домой, и я опять вспомнил этот разговор. Она же опять просила, чтобы я не платил. Я думаю, почему я забываю, что не надо платить? Ведь обычно мы ищем возможность, чтобы не платить. Не так ли? Обычно мы радуемся, когда нам удалось бесплатно что-то получить, или кто-то оказал нам бесплатно какую-то услугу, мы радуемся. А здесь я все время забываю, что не надо платить. Хотя она при этом все время напоминает, ну ты опять, ну не надо. Я говорю, пожалуйста, отдаю. Потом думаю, ну да, она же посвятила это, она же хотела это посвящение Господу сделать. А я опять вот ей, значит, всунул. Я думаю, друзья, что здесь включается какой-то другой механизм отношений. Когда ты видишь какую-то жертву по отношению к себе, когда ты видишь вот эту любовь по отношению к себе, у тебя внутри рождается вот этот ответ под названием желание. И ты уже платишь. Я понимаю, что я не плачу за определенную работу ей уже давно. Я просто отдаю, потому что мне хочется что-то ей отдать. Потому что этот механизм работает помимо разума. Этот механизм просто изнутри, он как-то включается и начинает работать, и ты просто ищешь возможность, чтобы что-то сделать для этого человека. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, не только у меня этот механизм работает. Более того, когда я читаю Писание, то в притчах, допустим, минимум два раза я прочитаю вам вот эти пару стихов. Притча, 17 глава, 8 стих. «Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратиться, он успеет». То есть у человека есть подарок, и этот подарок открывает все время какие-то двери, в которые без подарка он бы не мог войти. Что это такое? Он запускает механизм, он дарит подарок, и этот подарок совершает какую-то работу. Вдруг человек открывает сердце, он хочет что-то сделать в ответ. И здесь написано, что такой человек, куда ни обратиться, везде успеет. Притча, 18 глава, 17 стих. «Подарок у человека даст ему простор, и до вельмож доведет его». Вы представляете? Подарок, который есть у человека, он дает ему простор, он расширяет его возможности. Это же то же самое, это же об этом. Когда ты от сердца жертвуешь, когда ты что-то даешь, что-то открывается, что какой-то механизм срабатывает, когда по отношению ко мне это происходит, всегда внутри меня это реакция, которая помимо меня. Я просто ловлю себя на мысли, думаю, интересно. Еще вчера у нас были определенные отношения с этим человеком, но вот он чем-то благословил. Я ощущаю внутри меня, у меня что-то меняется, и у меня сердце открыто, я не хочу считать, если нужно что-то будет сделать для этого человека. Это не корость, это не выгода, понимаете? Это работает помимо моей головы, это работает помимо меня, это просто естественно вытекает. Человек, который что-то делает для меня, он открывает мое сердце. Об этом говорит Писание. У нас должно быть и терпение, конечно. У нас должно быть абсолютно все. У нас должно быть посвящение, у нас должно быть это чувство ответственности. Но если у нас не будет желания, мы далеко не уйдем в служение Богу. Рано или поздно мы сбавим обороты, рано или поздно что-то другое постарается занять это место в наших приоритетах. А теперь я хочу вам сказать, дорогие друзья, Бог подарил нам вечную жизнь. Я не знаю другого большего подарка, который бы Бог мог бы нам подарить. Ведь мы все заслужили проклятие, ведь мы все заслужили наказание. Невозможно как-то выкупить самого себя перед Богом. У нас никогда не было, нет и не будет такой возможности, таких ресурсов, чтобы оправдаться перед Богом за наши грехи. Мы не можем заплатить цену за наши грехи. Это невозможно. Мы были просто обречены все на погибель. Но Отец, но Небесный Отец, Он решил пожертвовать Своим Сыном, безгрешным, единственным безгрешным, Иисусом Христом. Он решил отдать Его в умилостивление за грехи наши. И каждый человек, который принимает этот подарок, он освещается с ног до головы, и внутри, и снаружи. И внутри каждого такого человека, и я точно знаю, внутри каждого такого человека, который принимает этот подарок, принимает Иисуса Христа в свою жизнь, принимает прощение Бога в свою жизнь, внутри такого человека рождается это страстное желание, Служить Ему, знать Его, посвящать себя Ему все больше и больше. В жизни каждого человека я хочу прочитать вам удивительное местописание, которое написал апостол Иоанн в первом своем послании в 4 главе с 9 стиха. Послушайте. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. Чтобы мы получили через Него жизнь. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бог говорит, это естественно. Это то, на что я рассчитываю. Это то, во что Бог верил, что когда мы примем этот подарок, этот подарок раскроет наше сердце. Этот подарок раскроет наши окаменелые сердца. Этот подарок вызовет в нас это страстное желание служить Ему. И я знаю, что здесь каждый и каждый мы именно такие. Вы скажете, ну да, это когда мы только уверовали. Это когда мы только уверовали, мы горели. Мы страстно пытались служить Богу и старались это делать. Что случается потом, куда девается это желание. Я думаю, что дьявол очень сильно старается, чтобы своровать у нас это желание. Потому что если ему удается своровать желание, знать Бога и служить Ему, как служил апостол Павел, как служили эти герои веры, то тогда мы ограничены. Тогда мы ограничены в своих действованиях, тогда мы ограничены в своем посвящении, в своей любви. Мы ограничены в этой страсти. Я думаю, что это желание отличало всех героев веры. Вспомните царя Давида, который танцевал у всех на виду. Кто из нас вот здесь так танцует? Который танцевал, просто смотрели на него, жена его, это Милхола, стала унижать его в сердце своем. Ей показалось, что он просто позорится. Да, в окружении обычных людей покажется, что ты позоришься просто. Но таким людям без разницы, что о них подумают окружающие. Они наполнены желанием Богу отдаваться, Ему служить, Ему поклоняться. Им без разницы, апостол Павел говорит, мне без разницы, что вы думаете обо мне. Я и сам о себе не сужу никак. Мне лишь бы Господу угодить. Я о Нем мечтаю. Я не дорожу своей жизнью, лишь бы исполнить Его волю. Я все остальное почитаю за мусор, лишь бы знать этого Христа. Я думаю, чем дальше человек идет в этом желании служить Богу, тем больше этот Бог открывается для него. Тем больше мы узнаем Его, какой Он милующий. Милующий, насколько Он на самом деле щедрый, насколько Он долготерпеливый и насколько Он за нас, насколько Он нас любит. И тогда это желание должно расти. Должно расти. Почему же оно бывает умоляется? Почему это желание как будто теряется? Что происходит? Да, я думаю, дьявол хорошо старается, чтобы своровать у нас желание. Он может оставить тебя с чувством долга. Он может оставить тебя с чувством страха. Да, Бося, да, значит, понимаешь, что ты должен быть верным. Ты не должен оставлять собрание своего. Это в Библии написано. Ты должен стараться, ты должен трудиться. Ты должен что-то делать, ты должен любить. И ты должен, должен, должен. Однажды это вызывает, я заметил даже обратную реакцию. Я не хочу ничего. Просто оставьте меня в покое. Если нет желания внутри, мы обречены на определенную ограниченность. Дорогие, но сколько из нас заботятся о том, чтобы желать бежать за Господа? Сколько из нас по-настоящему думают о своих желаниях? Есть ли у меня это желание? Кого по-настоящему заботит? Есть у вас это желание или нет? Мне кажется, что чаще мы идем на поводу наших желаний и объясняем, почему мы поступаем так или иначе. Мне просто это хочется. Я это делаю. Конечно, аргументируя, конечно, объясняя, почему я это делаю. Почему для меня важнее сейчас там работать или еще что-то делать. И не делать то, что где-то я внутри понимаю, Бог ожидает от меня. Но а как по-другому? Почему мы объясняем, по большому счету, настоящее желание, которое живет внутри нас? Вот в чем мы профессионалы. Мы объясняем именно это. Мы даже не догадываемся об этом. Но это правда. Это просто данность. Каждый человек объясняет свое желание. И мы объяснить все, что угодно можем. Если человека наполняет зло, он объяснит свое зло. Если его наполняет похоть, он объяснит библейски, почему он может блудить. И будет выводить теорию о какой-то великой божественной любви, которая всех любит, и мужчин, и женщин. Поэтому какая разница, вы женщин любите, а мужчин? Понимаете? Мы объясняем желание. Поэтому я думаю, нам надо обратить внимание, а что мы по-настоящему желаем. Иногда мы даже боимся этого признать. Я думаю, что нам сегодня в этой молитве надо попросить, Господи, освети мое желание. Я хочу желать того, что Ты желаешь. Я хочу жить именно так, как Ты желаешь. Я хочу Вам сказать три вещи, которые помогут Вам не потерять то желание, которое Бог Вам дал, каждому из нас дал в самом начале. Как только мы уверовали, как только мы получили этот подарок, это желание зажглось. И Бог хочет, чтобы мы его сохранили. Первое. Я думаю, нам надо помнить о том, что сделал для нас Иисус Христос. Нам надо помнить это. В следующее воскресенье мы будем совершать левопреломление, так ведь это именно оно и есть. И Иисус Христос говорит, делайте это в мое воспоминание, пожалуйста, не забудьте, когда вам придет успех, когда у вас будет все хорошо в жизни, когда вы будете получать ответы от меня, пожалуйста, не забудьте. Как мы сегодня слышали, что всему есть своя цена. Не забудьте, что это за цена. Не забудьте, благодаря кому вы имеете то, что сегодня имеете. И не скажите, я просто это достиг, у меня просто это получилось. Писание говорит, что ты имеешь, что не получил. А если получил, то что ты хвалишься так, как будто ты не получил. Что ты хвалишься так, как будто ты сам это приобрел. Надо помнить, что благодаря пролитой крови Иисуса Христа мы имеем этот подарок. Жизнь вечную, общение с нашим небесным Отцом, которое никогда не прекратится, которое приведет нас в результате в вечную жизнь. Бог подарил нам вечную жизнь. Он дал нам подарок, который превыше всякой цены человеческой. Он соединил нас с великим и прекрасным Богом. Нам надо это помнить, чтобы не потерять это желание. Нам надо вспоминать, когда мы в следующий раз будем совершать хлебопреломление, пожалуйста, подготовьте свои сердца. Вспоминать, рассуждать. Господи, а если бы ты не подарил мне вечную жизнь, где бы я сейчас был? А был ли я бы вообще на этой земле? А что бы со мной было, Господи? Вспоминайте. Писание говорит, что именно таким образом мы должны участвовать в хлебопреломлении достойно, вспоминая, рассуждая о теле Господнем, которое было отдано за наши с вами грехи. Второе. Я хочу вам сказать, надо искать. Вы скажете, так я уже получил. Кто-то говорит, я получил спасение, я получил вечную жизнь, чего мне искать? Все теперь, как будет, так будет. Нет, Писание говорит, что кто верит, тот будет искать, и ищущим Бог воздает. Я тут на днях, значит, взял пост, чтобы смиряться, чтобы искать Господа, и вот я пощусь, работаем там, где мы трудимся все с вами вместе, на Белкином доме, и приходит время обеда. Братья идут на обед, а я, знаете, с перфоратором, и я пошел к стене, значит, долбить. И вот пока я шел к стене с этим перфоратором, внутри меня ясная мысль. Ты взял пост, чтобы побольше поработать? И я себя поймал на том, что мне легче сейчас продолжить долбить перфоратором, чем остановиться, чем выйти из вот этого сейчас, что меня вот вовлекает из этой работы. Выйти и пойти молиться Богу, пойти разговаривать с Ним. Слава Господу за Духа Святого, который направляет нас, который помогает нам, который нас обличает, который нас направляет. Поэтому я ставил перфоратор и пошел молиться. И там происходит исполнение Духом Святым. И там ты видишь Его таким, какой Он есть. И там ты можешь наслаждаться Его присутствием. И там ты можешь впечатляться, какой Он. Там появляется и укрепляется это желание идти за Ним дальше, служить Ему дальше, посвящать себя полностью. И третье, последнее, что бы я хотел сказать. Чтобы не потерять это желание, которое Бог нам подарил в самом начале, когда мы приняли этот подарок. Что бы не потерять, надо бодрствовать. Надо помнить, что Он сделал для нас. Надо искать Его присутствие, что бы Он мог приходить, потому что Он приходит туда, где Его жаждут, где Его хотят. И надо бодрствовать. Бодрствовать, что бы не потерять. Бодрствовать, что бы не позволить, что бы какой-то горький корень поселился в ваших сердцах. Что бы не поселилась там какая-то обида, что бы не поселилась там какая-то зависть, что бы не поселилась там какое-то зло. Потому что в этом случае вас будут наполнять другие желания. Совершенно другие желания. Итак, три вещи, что бы не потерять то желание, которое Бог нам дал. Любить Его, служить Ему, исполнять Его волю и познавать Его. Так же, как те герои веры. Надо помнить, что Он сделал и какой подарок нам подарил. Надо размышлять об этом. Размышлять об этом. И когда ты об этом размышляешь, начинает этот механизм работать. Тот механизм, который работает всегда, когда получаешь ты какой-то подарок. Надо искать. Зная, что Он за тебя. Зная, что Он приготовил для тебя вечную жизнь. Надо искать общение с Ним. И как служить Ему. И надо бодрствовать, чтобы не позволить сердцу своему быть занятым другими желаниями. Поэтому в это время я хочу помолиться вместе с вами. Помолиться, чтобы пригласить Бога в наши желания. И возможно, не каждый даже согласится, может быть, это сделать. Потому что мы иногда так прячем свои желания. Я недавно разговаривал с одним человеком. И он говорит свое состояние сердца. Он пересказывает, что в нем происходит. И потом говорит, ну вот, и я понимаю, что он понимает, что ему надо изменить. Но он не может назвать это своими именами. Простите, съезжает с этого момента и начинает говорить о чем-то другом. И, конечно, в таком случае сложно Богу изменить твое желание. Люди иногда боятся признать, что они желают. Они готовы говорить, что можно сделать, как можно исправить ситуацию. Они готовы слушать наставления. Но они боятся признать, чего они по-настоящему желают. Дорогие, давайте в это воскресное утро откроем свои сердца для Бога. Чтобы Он осветил наши желания. Чтобы Он наполнил нас своим светом. Чтобы там поселилось Его по-настоящему благословенное желание. Давайте встанем для молитвы. Наш Небесный Отец. Наш Небесный Отец, мы благословляем Тебя. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя. За то желание, которое у Тебя было в сердце и есть по отношению к нам. Желание спасти. Желание любить. Желание простить. Господи, несмотря на многие-многие аргументы, почему Ты должен был поразить каждого из нас. Ты нашел возможность, которая была одна единственная, чтобы спасти нас. Господи, спасибо Тебе, что Ты и сегодня, несмотря на все наши несовершенства, на все наши проблемы, промахи, грехи, Ты и сегодня ищешь, как нас благословить, а не как нас наказать. Господи, я благословляю Твое имя Святое и благодарю Тебя за эту страсть, которая привела Тебя на крест, чтобы простить нам грехи наши. Господи, мы благословляем Тебя и благодарим за эту страсть, через которую мы получили жизнь вечную. Сегодня мы открываем свои сердца для Тебя. Чего мы по-настоящему хотим? Чего мы по-настоящему желаем? Я прошу Тебя, освети нас. Когда мы стоим вот так перед лицом Твоим, Господи, освети наши сердца. Помоги нам быть честными, Господь. Возможно, никто не знает о наших желаниях, но Ты знаешь все. Освети, помоги и нам иметь смелость, чтобы признать. Помоги и нам принять, Господь, все как есть. Спасибо Тебе, Отец. Господи, мы смиряемся перед Тобой, чтобы отказаться от того, что не угодно Тебе. Мы смиряемся перед Тобой, чтобы Твое желание, оно поселилось внутри нас. Господи, когда мы будем желать, у нас будет достаточно сил, чтобы преодолеть всякое препятствие, любую трудность и сделать то, чего Ты ожидаешь от нас. Аминь, Господь. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за этот подарок, который никогда бы не могли оплатить, который никогда не могли бы приобрести. Мы благодарим Тебя за жизнь вечную, которую мы имеем благодаря Иисусу Христу. Но мы посвящаем свою жизнь Тебе, наш Бог. Мы благословляем Тебя, наш Бог. Мы открываем свои сердца, чтобы Ты наполнял нас Твоими желаниями, Твоей страстью, Господь, Твоими планами, мыслями Твоими. Пусть Твои мысли станут нашими мыслями, и Твои пути станут нашими путями. Да будет имя Твое благословенно во веки веков. Спасибо Тебе, Господь. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аллилуйя. Славим Тебя, Господь наш всемогущий. А теперь, дорогие... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова